Видновчанин Андрей Макалкин признается, что не понаслышке знает о нуждах и проблемах медиков. Сам лежал с ковидом в РКБ еще в декабре прошлого года, а буквально две недели назад оттуда же выписали его 18-летнего сына. Сам лежал, просто вижу, как врачи, с утра до вечера в этих халатах, то есть очень им тяжело, а тут еще они жалуются, что им не хватает, то есть не мог пройти мимо. Спросил, что нужно. Больше всего сказали, вот нужны кислородные маски для тяжелобольных, которые находятся именно под кислородом. Соответственно, я их заказал, нашел, купил, вот привез. В итоге медики в РКБ получили в подарок от предпринимателя около 500 кислородных масок, которые сейчас, третью волну пандемии, пациентам больницы просто необходимы. Нам очень приятно, что нас помнят, не забывают, оказывают нам всяческую поддержку. Особенно сейчас в это непростое время, когда ситуация по-прежнему становится напряженным в плане заболеваемости ковидом. И, разумеется, кислородные маски, они будут являться большим подспорьем в лечении наших пациентов. Предприниматель помогал в РКБ и ранее. Практически с самого начала пандемии он возил на личном транспорте на вызовы врачей. Доставлял им горячие обеды. Периодически и сейчас мне звонят, спрашивают, можно ли я, по возможности, отправляю машину, чтобы помочь, потому что техника не справляется, люди не успевают сами ходить. Хорошее такое чувство, когда люди тебе благодарны. Это прямо незабываемое чувство. Сейчас ковидный стационар в РКБ работает, что называется, на полную загрузку. Из 486 коек заняты практически все. Около 70% пациентов получают кислородную поддержку. Поэтому любая помощь бесценна. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.